приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео очередной раз поговорим с вами про огнеметные танки и очередной раз убедимся что это еще конченее чем даже предполагали на сайте появилась статья где разработчики решили ответить на самые популярные вопросы самые популярные вопросы впечатления про огнеметные танки это то что она никому не нравится непонятно наку хрен это надо и всех это бесит никто этого не просила но нафиг не надо но как мы уже привыкли мы знаем что аудитория танкистов это те еще терпилы они колесников вытерпели оглушение и эту парашу вытерпят а разработчики видимо очередной раз показывает что в игру добавляется то что нахрен никому не надо никто этого не хочет она никому не нравится да нельзя сказать что прям вообще никому не нравится но большей части не понравилось и если это максимальное отвращение у аудитории вызывает то это именно то что и нужно добавить в игру правильно правильно ну переходим к вопросам которые в статье на сайте вышли к слову на сайт я теперь только с vpn могу зайти дай бог здоровья разработчикам очередной раз могу только похвалить их спасибо класс можно ли нанести урон одновременно нескольким машинам и ответ такой что огнемет выполнен аналогично пулеметной очереди то есть аналогично пулемету мы будем стрелять очередью из огнеметных попукиваний каждый из которых будет отдельно видимо пробивать сколько раз мы там пробьем столько раз мы будем наносить какой-то урон и пока эти попукивания огнеметные пулеметные будут попукивать мы сможем нанести урон не только одному танку ну и наверное нескольким если будем прицелом по всему экрану и улозить максимально быстро очередной раз убеждаюсь что это полное кончено и говно также могут ли быть не пробить да такое возможно струя огня и фугасный снаряд имеют схожую механику да это еще и будет фугасно-огнеметно-пулеметный пердеж класс будет ли распространяться правило плюс минус 25 процентов на механику повреждения от выстрела огнеметного танка да это системное правило еще бы она не работал как будет распространяться урон по модулем как внутренним так и внешним от огнеметного танка этот аспект находится в детальной проработке по факту механика распространения урона по модулем будет условно схожа с оглушением от выстрела сау больше арты в мир арты можно ли будет вывести экипаж из строя нанося вражеской машине урон выстрелом огнеметного танка да есть возможность полностью уничтожить экипаж даже в высокоуровневого танка само собой чем меньше размер экипажа и чем менее бронирован танк тем проще это сделать гениально сможет ли огнеметный танк взорвать боекладку да будет ли сбивать гусеницу да боже огнемет сбивает гусеницу понимаю как будет работать механика урона струи огня через различные препятствия у струи огня не будет отдельной механики урона через препятствия разрушаемые препятствия поглотят часть единиц урона и будет визуально разрушаться неразрушаемые препятствия являются непределимой преградой для струи огня короче так понимаю она будет работать как фугас будет просто разбиваться об заборчике будет ли проходить стан через препятствие условно говоря как оглушение от сау при выстреле за камень после финальной доработки механик таковой возможности не будет то есть сейчас люди тестируют что она оглушает сквозь препятствия нормальные тесты там вообще но в целом зачем делать идеально если может быть она не пойдет в релиз вообще но судя по тому как это дерьмовая новость с огнепердящими танками раскручивается то походу пойдет а почему нет то если она настолько кончено то надо срочно добавлять в игру если союзник попадет под струю огнеметного танка будет ли ему нанесен урон получит ли он оглушением после финальной доработки механик такой возможности не будет то есть союзников можно поливать прям от души как будет работать механик оглушения от выстрела огнеметного танка если снять эффект оглушения аптечкой можно ли сразу получить его еще раз оглушение будет действовать в момент попадания струи и кратковременно после него в планах есть доработка механик аптечки ремкомплекта таким образом чтобы они давали время когда второе оглушение повреждение невозможно то есть мы нажимаем ремку починили гуслю и допустим секунд 5 10 2 3 не знаю следующее сбитие гусеницы невозможно на мой взгляд это полный кал это очередное отупление игроков будет оказуаливание и так далее если чел выехал не туда обосрался его поставили 20 раз на каток то пусть сосет да он засейвится он заживет его второй раз на каток не поставят может быть жопа у него не сгорит может быть какой-то плюс в этом и есть и от того что он сразу не сольется возможно бои будут в какой-то мере дольше поскольку челики будут медленнее умирать но это надо потестировать но лучший вариант был когда ремка была одна и ошибку ты мог забой сделать одну поэтому ты играл аккуратнее не спеша думая чё ты делаешь они как сейчас как свиняка летишь собираешь лицом все что можно собрать ремку по кд с аптечкой клацаешь и едешь дальше еще не хватает каких-то энергетических щитов тогда вообще будет как какие объекты на карте смогут гореть ну и тут отвечает что никакие никаких эффектов не добавят может быть потом когда-нибудь как будет выглядеть подрыв боекомплекта у огнеметного танка с точки зрения логики и историчности быть ли сам огнеметный танк более подвержен пожаром и взрыву боекомплекта очевидно что у него вообще нет никакого боекомплекта у него просто еще есть баг с огнесмесью поэтому он будет больше чаще гореть а взрываться непонятно что там будет взрываться так что он не будет взрываться Может ли огнеметный танк наносить сам себе урон? Нет. Урон от огненной струи будет наноситься по всей ее длине или только в конечной точке попадания? Только в конечной точке. Ножи стрельба по точкам. Как будет наноситься урон, если машина будет в воде? Урон будет нанесен при попадании в надводную часть машины противника, если она вся под водой. Получается нету надводной. Будет ли нанесен урон огнеметному танку, если он проедет по оставленному пламени? Нет, не будет. Как вообще будет наноситься урон, если просто точка, пиксель, в какой ты попал, только туда урон и будет вливаться. На этом вся стрельба в игре построена. Все снаряды размером с пиксель. Куда они попали, туда урон наносится. Дальше вопросы по балансировщику. Количество огнеметных танков будет ограничено, так же как и колесников и арты. Сколько это там на бой. Так же еще будут какие-то ограничения во взводе. Поскольку огнеметный танк это танк поддержки, значит он типа кого-то должен поддерживать. Значит взвод не может состоять из трех огнеметных танков. Планируют ли сделать зеркальный баланс, чтобы против огнеметного танка был огнеметный танк? Они только задумываются об этом. Если такого не будет, то это будет катастрофа. Такая же как и небронированная ПТ, противобронированная на городских картах. Будут ли отметки на стволе? Ну там ствол малюсенький, поэтому отметки будут какие-то необычные. Можно ли будет взять медаль бомбардир? Нет, нельзя, поскольку там нет сплэша. Ты в пиксель куда попал, туда уровень наносится. Половина вопроса максимально тупые. На которые можно было бы ответить самому себе, если бы остальные вопросы прочитал бы. ЛБЗ выполнять на огнеметном танке с оглушением нельзя будет. И ЛБЗ будут переделывать, если огнеметные танки добавят. Планируется ли полноценная ветка огнеметных танков? Да, планируется. Стоит ли ждать других механик, например, многобашенности или двух орудий разного калибра, как у Мауса? Не исключено. Мне кажется, со временем они весь кал в игру добавят, самые конченные, которые только можно. Или по крайней мере они сделают, чтобы оно было максимально мерзким. К какому классу техники будет относиться огнеметный танк? Огнеметный танк это тип вооружения, а не класс техники. Поэтому огнеметный танк может быть любого класса техники. Блин, хочу огнеметную арту. Боже, какой это кайф будет. Ну и правки расходников будут в 2023 году. Ремок, аптечек там и так далее. Казалось бы, куда уже конченней, но, видимо, за ближайшие пару лет игра станет еще круче. Не могу не похвалить разработчиков, реально молодцы. Круто развивает игру. Класс, мне все понравилось. Хочу огнеметные танки, чтобы в каждой нации по 4 ветки. Просто во взводе на огнеметиках будем ездить, жарить друг друга. Это реально классно. То, чего я хотел. Хочу больше оглушения и пулеметных огненных струй в каждом бою, чтобы было их много. И хочу огненную арту, чтобы у нее дальность стрельбы была 50 метров. И они ездили в землю себе, там, пукали куда-то в углу. Все, реально класс игра. Четкая, обалденная, мне нравится. Всем спасибо, что смотрели. Пишите в комментариях свое мнение. С вами был Арчик. Радьте красиво. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok